что друзья привет меня зовут евгений каташов давайте будем с вами знакомиться давайте будем с вами общаться заранее извиняюсь возможно какие-то будут потери по интернету временные буду стараться перед подключаться потому что нахожусь не за стационарным компьютером захожу нахожусь не дома в принципе могут возникнуть какие-то проволочки но постараюсь подключиться давайте определимся с тем что же мы хотим с вами обсудить я так понял что у нас достаточно большое количество новых участников появилась в группе и в принципе для всех будет интересно что же вообще мы делаем в этой группе и в принципе на основании чего мы торгуем я пока не буду включать демонстрацию до перед тем как включать нужно немножко поговорить о том как же вообще к этому пришел к именно к этому стиле торговли вообще сколько я торгую и какими видами торговли я занимался раньше то есть пришел еще в 2007 году в городе омске я думаю все попадались может быть большинство из нас попались на эту рекламу компании теле трейд о том что там приходите научим за один день миллионы сотни миллионов и так далее пришел попал подцепился и в принципе с этого момента можно сказать началась моя такая торговая деятельность которая на протяжении естественно нескольких лет приносила в большей степени разочарования но потом постепенно постепенно я стал выходить на какие-то интересные моменты которые большей степени меня интересовали и которые по крайней мере давали возможность не терять деньги порядка наверно в 2014 году или даже в 2013 году я проживаю в городе омске у нас городе омске открылся проб офис кто не знает что такое проб или вообще любая проб компания это компания которая предоставляет деньги трейдерам свои собственные средства для торговли на финансовых рынках то есть от трейдера не нужно было никаких финансовых вливаний и в принципе необходимо было только лишь доказать свою состоятельность для того чтобы эти деньги получить и хозяином этого пропа его главным инвестором можно сказать единственным инвестором был такой уважаемый человек я не буду никого рекламировать ничего говорить то есть я буду рассказывать то как есть действительности то есть это был проб офис герчика александра михалыча естественно когда мы туда попали мы начинали торговать все это удовольствие акциями по его методике полностью нас обучали методики герчика все это было за бесплатно все это было в его интересах так как ему нужны были трейдеры которые зарабатывают поэтому огромное количество всевозможных курсов когда суммарно все это дело пересчитывать сколько все это дело стоило там более 20000 долларов стоили эти курсы на каждого мы изучали все это удовольствие то есть курсы самого герчика курсы по тех анализу различные паттерны волны вульфа трендовые наклонные каналы гард ли бабочки фибоначчи то есть для всего этого нам привлекались огромное количество различных специалистов курсы были как онлайн так к нам приезжали так и мы выезжали для нас полностью оплачиваемые выезды были даже за рубеж для того чтобы мы обучались и в принципе я начал торговать и в большей степени я именно торговал техническую картину составляющую на рынке с опытом ко мне пришло понимание того что техническая картина не дает нам в полной мере оценить что же происходит на рынке почему первую очередь это было связано с тем что каждый человек достаточно субъективно воспринимает все те моменты которые происходят на рынке особенно с технической точки зрения то есть очень многое все зависело от тех таймфреймов на которых смотрели участники да вот мы как трейдеры смотрели за ту или иной парой все зависело от того какой масштаб у нас стоял на графике все зависело от того даже какой диагонали монитор был и так далее также все очень сильно зависело от того вообще в какой позиции вы сидите то есть если вы там где-то сидите в какой-то покупке то естественно по любому инструменту вы на всех таймфреймах пытаетесь сами для себя на подсознательном уровне постараться найти те или иные сигналы на покупку которые нам показывают различные индикаторы различные паттерны и т.д. и т.п. то есть получалось что тот вид анализа который мы изучали он был чисто субъективным да то есть каждый человек видел свое и однажды мне посчастливилось то есть я сначала в ю тубе попал на эту самую методику методика использование для торговли зон маржинального обеспечения с чикагской биржи семьи то есть с пониманием этого да сразу может перескочу немножко вперед пришло осознание того что нет смысла смотреть на график сам график в принципе да тот который мы видим через терминал mt4 там mt5 неважно все что мы видим на графике в принципе это уже следы прошлого а на то что будет влияет только настоящее то есть то что происходит сейчас может повлиять на то что будет через минуту через пять минут через 50 минут через неважно какое количество и все те деньги которые были влиты вчера до появился какой-то экстрем появился какой-то паттерн они отрабатывают себя в ту же самую секунду в ту же самую минуту то есть влитые в рынок деньги отрабатывает себя моментально если они влились в рынок если они не влились в рынок то они естественно себя еще не отработали и постепенно 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 я понял что для того чтобы уйти от восприятия графика необходимо изучать действительно то что же происходит непосредственно на крупных биржевых площадках то есть это у нас одна из самых крупных площадок является биржа семье то есть все что происходит на бирже принципе уже достаточно интересно для изучения это всего лишь часть того что мы изучаем всего лишь часть того что я использую своей торговли но торговля фьючерсами до объемы которые нам выдают фьючерсы маржинальная торговля которую нам подают фьючерсы опционы которые мы подтягиваем с биржи все это более-менее уже объективно мы часть себя субъективности соскакиваем надеюсь вот такое маленькое вступление да это то как я пришел к маржинальной торговли в принципе будет вам понятно теперь давайте я буду у нас никакой не обучающие занятия абсолютно ничего просто мы постараемся заинтересовать новых людей чтобы они это дело посмотрели все вопросы о том насколько она нужна вам насколько она нужна нам эти все вопросы мы будем отвечать затем в процессе у нас ежедневные есть обзоры у меня личка есть который вы можете писать Денис Дензелкотт Вашингтон каждому из вас тоже может личке помочь если какие-то вопросы возникают но сейчас давайте будем включать демонстрацию и принципе будем смотреть за тем что же у нас происходит на графиках да и почему мы на это обращаем внимание и что вообще такое зоны маржинального обеспечения и так маленькое вступление да сейчас давайте посмотрим как демонстрация пойдет пожалуйста от вас плюсики как только вы увидите экран у меня вот к сожалению здесь скажу сразу опять же один монитор поэтому придется туда-сюда перескакивать экран потух да я так понял кран потух давайте еще раз попробую запустить секундочку слышно меня вообще как хорошо все замечательно так вот сейчас вы должны видеть в принципе экран и принципе должны видеть это графики правильно давайте буду здесь смотреть все итак поехали что такое зона маржинального обеспечения вообще откуда все это дело взялось давайте так понимание того что все что происходит на бирже все это происходит в принципе и у каждого человека абсолютно в реальной жизни не нужно считать что там на бирже это что-то экстра ординарное то что не подходит под обычную жизнь под обычные наше понимание но то кем являемся мы с вами вот трейдеры которые обычно торгуют через mt4 вот мы в корне отличаемся как раз таки от тех участников которые торгуют на бирже в принципе вы для себя должны понять это первый такой ваш сигнальчик почему же вы не зарабатывать потому что вы делаете не так как делают те кто торгуют у нас непосредственно на бирже а как же торгуют те кто торгует непосредственно на бирже и получается что торгуют они так как вы это делаете в обычной жизни не в терминале mt4 об обычной жизни и покупка того или иного актива в принципе это все то же самое что вы взяли пошли в магазин купить любой продукт или пошли там не знаю купить что-то очень-очень там не знает даже автомобиль вы захотели купить там телевизор за молоком вы пошли или за хлебом неважно зачем давайте почувствуем ту разницу с которой торгуем мы мт4 то как мы торгуем в режиме обычной жизни и поймем как же должен торговать в ней не как должен торговать а как торгует крупный участник рынка давайте предположим что у вас есть я сейчас включу белый фон здесь в это дело будете видите давайте предположим я не буду сейчас говорить там за каких-то крупных цифрах крупных суммах положим что ваша зарплата там 50 тысяч рублей обычная зарплата которую вы работаете на неважно там частная фирма либо там государственная какая-то структура неважно вот на ваша зарплата 50 тысяч рублей на заканчивается месяц вы приносите эту зарплату домой вот у вас есть вот такие средства неважно как вы их распределяете что-то вы там может быть откладываете что-то вы там куда-то может быть долги отдаете раздаете абсолютно неважно как вы этими деньгами распределяетесь а важен следующий момент вечером вы открываете холодильник и понимаете что у вас на утро ничего пожрать да скажем прямыми словами ну и вы понимаете что вам для того чтобы покушать необходимо купить там батон хлеба так напишем потом вам необходимо купить 1 литр молока молоко и вам там необходимо десяток яиц купить 10 яиц вы понимаете что для того чтобы сходить в магазин и купить все это удовольствие в принципе да опять же мы не будем сейчас сравнивать цены там по разным регионам ну достаточно 100 рублей правильно там десяток яиц там рублей 50 молоко рублей 30 батон рублей 20 все в принципе вот достаточно 100 рублей для того чтобы купить необходимый пакет продуктов для того чтобы у вас завтра было все хорошо на завтра а дома у вас до лежит 50 тысяч рублей подавляющее большинство да мы сейчас говорим про нормальных людей да мы сейчас забыли о том что карточки там есть какие-то все 50 тысяч рублей наличка да есть те кто там начинает вы ежикиваться и забирают собой из дома всю эту сумму для того чтобы прийти в магазине светануть показать какое крутой какой облотной у меня есть 50 тысяч рублей но подавляющее большинство из вас да я думаю 99 процентов возьмет из дома именно одну купюру 100 рублей и пойдет с этой купюры в магазин придя в магазин если будет там что-то не хватать да то естественно будут какие-то проблемы возникать но в принципе если вы заранее все это дело подсчитали заранее составили себе какой-то план заранее определили ту корзину продуктов которые вам необходим от вам этих 100 рублей будет достаточно и вы с собой возьмете именно эти 100 рублей именно с этими 100 рублями пойдете в магазин теперь давайте посмотрим как мы с вами торгуем на рынке форекс у нас с вами есть 10 тысяч долларов да например есть 10 тысяч долларов вот такая вот замечательная сумма мы с вами берем и приносим эти деньги нашему замечательному брокеру эти деньги лежат у брокера и мы начинаем себе изобретать велосипед включать различные методики риск менеджмент money management сколько нам тратить на то чтобы войти в одну сделку каким лотом войти в сделку каким стоповом войти где поставить take profit и т.д. и т.п. но вся наша голова завязана на то что у нас есть 10 тысяч долларов и мы начинаем рисковать определенными суммами и работаем мы с вами всего лишь частью от той суммы которая у нас есть открывая сделку лота там 005 со стопом там допустим 50 пунктов мы получаем там убыток не знаю сколько 250 или 25 долларов в зависимости от брокера но основная сумма висит мертвым грузом и абсолютно ничего нам не делает там и сейчас не будем говорить о том что есть там различные плечи туда сюда будем говорить просто про обычно это стандартное плечо а теперь давайте подумаем как же поступает крупный участник рынка действительности если это у нас банк который торгует непосредственно на бирже если это у нас какой-то хедж фонд инвестиционный фонд хедж фонд написал до хедж фонд инвестиционный фонд и так далее поймите между вот этим и вот этим крупный участник рынка выбирает вот этот вариант для того то есть если крупному участнику рынка необходимо купить или продать какое-то количество активов или деривативов то есть фьючерс это дериватив да мы не будем сейчас даваться подробности если необходимо купить или продать определенное количество фьючерсных контрактов а у банка в наличии 100 там и вот такую вот кучу нулей будем рисовать в банке лежит день как вы думаете вот этот самый банк через брокера который он через который он торгует на бирже этому самому брокер понесет всю эту сумму или только ту сумму которую ему необходимо для того чтобы купить или продать нужное количество фьючерсных контрактов если мы необходимо купить допустим тысячу фьючерсных контрактов там на евро то крупный участник рынка и занесет к брокеру столько денег сколько ему необходимо для того чтобы купить эти самые тысячи контрактов или продать эти самые тысячи контрактов потому что при торговле фьючерсами и покупатель и продавец платит определенную сумму до этим конечно мы отличаемся при торговле на фьючерс от подхода в магазин но все что вот этим я хотел сказать это именно вот чем крупные участники рынка одно из отличий отличаются от нас с вами маленьких трейдунчиков не постесняясь этого слова которые заносят огромные суммы и начинают как-то там что-то внутри делить я сейчас все это удовольствие для вас скрою и так и посмотрю так вопросы есть какие-то блин ребята я белорусской деревне нахожусь интернет не пашет я в записи посмотрю женя привет в омск хочу да ничего тут в омске интересного нет я сам уже месяц нахожусь в отпуске и еще дней наверное 20 буду не в омске нахожусь болгаре женя что-то рисует а нигде ничего не видно все нашел так ребят все видели вот то что я нарисовал идея и смысл понятны большей степени я стараюсь сейчас я понимаю что здесь есть те старички которые у нас приходят но я обращаюсь к новым ребятам которые у нас никогда не присутствовали которые пришли можете написать здесь понятно или непонятно то что я пытался вам сейчас рассказать сергей резинков если фамилии как-то неправильно буду читать сразу извините все в принципе идея понятно да вот на основании этой идеи когда мы понимаем что крупный участник рынка работает именно в принципе так почему да потому что он умный он крупный он по-другому априори не может работать мы и постарались ну скажем так я уже по факту постарался объяснить ту систему которую изучил да то есть была система по которой вот торговля зонами маржинального обеспечения а это я вам постарался сейчас объяснить ее логику почему же она происходит почему же она работает ну и теперь давайте мы посмотрим о том что же у нас происходит на бирже семьи вообще что такое торговля фьючерсами очень очень коротко долго не будем я сразу скажу я семью с детьми время тут конечно 10 они там пошли на карусельки погулять на дискотеке какие-то мы скоро они вернутся и тут будет шумно поэтому давайте сейчас мы посмотрим я бы хотел маленький такой ну то что я рассказываю на обучение один такой интересный пример что же такое торговля фьючерсами рассказать постараюсь объяснить это очень очень по простому вот эти картиночки мы с вами убираем и давайте мы представим с вами следующую картину не будем сейчас имена есть один человек есть второй человек два этих человека мы опять же будем все брать из жизни это реальная жизнь да а потом я вам постараюсь это дело перенести на финансовые рынки так вот этих два человека решили организовать какой либо бизнес да из за рубежа пришел какой-либо товар абсолютно неважно стоит за товар есть товар да абсолютно неважно что это за товар абсолютно не важно там просто вот есть товар стоимость этого товара 1 миллион миллион рублей и вот мы решили прикупить этот самый товар для того чтобы организовать там какой-то бизнес и потом его там распродать допустим в розницу это какая-то оптовая партия неважно чего и вот допустим первый человек говорит так нам необходимо этот товар срочно купить именно сегодня почему и он объясняет почему необходимо купить именно сегодня потому что по его каким-то данным по его каким-то не знаю там может быть услышал от кого-то не сайт неважно стоимость этого товара завтра будет выше чем 1 миллион рублей второй человек в этот же самый момент говорит нет уважаемый я считаю что мы этот товар не должны покупать сегодня иначе мы уговорим окупить моего должны завтра потому что на завтра стоимость этого товара будет менее 1 миллиона рублей представили такую ситуацию не решили они покупать там сегодня завтра неважно там думать давайте подумаем что нибудь примем решение потом но между собой они просто решили а давай-ка на 10000 рублей поспорим а вырастет стоимость этого товара завтра или упадет стоимость этого товара завтра и по сути заключили между собой спор и спор этот на 10000 рублей вы должны понимать что при вот этом самом споре не этот человек не этот человек не стали обладателем этого товара в принципе торговля фьючерсами да ну чуть попозже скажу является торговлей деривативами это когда мы не становимся обладателем того на что торгуем но вот эти 10 тысяч рублей это очень и очень интересная сумма для того да сразу скажу чтобы мы на завтра не соскочили с этого спора то есть допустим второй человек проиграл и не захотел отдавать первому деньги в момент этого спора они берут третьего человека и каждый из участников этого спора отдает 10 тысяч рублей этому третьему человеку и 2 точно также отдает 10 тысяч рублей этому третьему человеку на завтра если стоимость товара стала выше чем было сегодня получается у нас выиграл первый участник второй проиграл он свои 10 тысяч рублей не увидит этот третий отдает их ему если стоимость товара стала ниже к об следовательно все полностью наоборот по сути по своей я вам сейчас только что объяснил весь смысл торговли фьючерсами только теперь мы с вами вот этих всех участников рынка и вот этот товар обзовем биржевыми данными первый человек который говорит о том что на завтра стоимость актива будет выше это у нас покупатель фьючерсного контракта второй человек покупатель до который говорит о том что стоимость этого актива станет ниже это у нас продавец вот эти средства спорт это маржинальные или залоговые средства то есть сумма на что спорит этот покупатель с этим продавцом а вот этот третий человек это у нас та самая известная биржа семьи бирже вернее одна из частей этой самой бирже это клиринговая палата то есть при покупке того или иного контракта у нас либо покупатель вернее и покупатель и продавец вот оговорился сказал либо и покупатель и продавец и покупатель и продавец отдают эти самые маржинальные средства бирже что будет потом это уже будет потом но при покупке или продажи происходит именно вот это теперь давайте мы с вами посмотрим на саму бирже у нас есть об извиняюсь сейчас может быть закупит я тут очень много открыл вкладок случайно вот у нас есть бирже и мы с вами должны понимать что на самой бирже на самой бирже каждый товар стоимость каждого товара абсолютно все расписано все прописано нету никаких тонкостей никаких нюансов никаких скрытых подводных камней то есть вот он объективизм до который мы пытаемся взять из рынка нету у нас абсолютно никаких тайм и так вот мы берем фьючерс на евро да давайте с вами так коротко поговорим абсолютно открытая информация никаких тут то что там из обучения там может быть частичку я вам рассказал но тем не менее вот у нас есть фьючерс на евро мы переходим на этот фьючерс и принципе тут очень много различных вкладок различных механизмов различных инструментов но у нас есть самая главная вкладочка вкладка маржа в этой вкладочке маржа как раз таки и сказано а сколько будет стоить для покупателя и для продавца купить 1 фьючерсный контракт вот она сумма 2300 долларов будет стоить 1 фьючерс на контракт самый интересный момент что на бирже так называемый вот эта маржа и есть два вида маржи непосредственно самой бирже семьи и у нас есть так называемая начальная маржа и поддерживающая маржа вот это поддерживающая маржа но у нас есть также начальная маржа которая чуть чуть больше начальная маржа это те самые 10 тысяч долларов проходит 10 тысяч рублей на который у нас шел спор и она высчитывается именно вот из этой суммы и высчитывается она не биржа точно также постоянно сейчас я вам покажу биржа объясняет как все это дело высчитывается так и не туда посмотрел торговые часы секундочку вот здесь все это дело написано то есть у нас есть два вида маржи мы сейчас вот в это в табличке можем это удовольствие глянуть принципе мы только что с вами когда вот сюда посмотрели секунду когда мы отсюда видите здесь написано main dance margin это название маржи а вот здесь вот еще есть так называемая сейчас я включу английский язык чтобы мы все это видели вот она main dance есть так называемые еще и нынешнего маржи вот именно те 10 тысяч рублей про которые мы говорили на спор это вот есть у нас вот такая сумма то есть она по специальной формуле рассчитывается именно биржа говорит о том как все это дело удовольствие рассчитывать то есть получается мы с вами знаем что у нас происходит торги на бирже они происходят теперь мы посмотрим с вами график однозначно знаем что абсолютно в каждой точке где был настолько не находился график у нас были и покупатели и продавцы самое интересное что то что происходит в принципе в середине всего этого движения нас абсолютно не интересует до глобально скажем так но нас зачастую вернее нас в этой торговой системе интересуют те участники торгов которые зашли ту или иную сделку самом неудачном месте то есть нас интересует вот эти продавцы они здесь были потому что так как здесь была цена значит здесь однозначно была сделка один контракт 100 контрактов 1000 контракт миллион контрактов здесь было куплено нас это абсолютно не интересует мы понимаем что здесь были и покупатели или продавцы здесь были и покупатели и продавцы абсолютно в каждой точке графика были и покупатели и продавцы так как мы с на бирже торгуют именно крупные участники рынка в большей степени основные деньги 90 процентов практически всех денег которые протекают через биржу это не деньги частных трейдеров это действительно деньги крупных участников рынка так вот мы понимаем что эти крупные участники рынка по какой-то причине абсолютно адекватно могли вот здесь войти в продажу запросто могли и говорить о том что ну как это крупный участник рынка может войти на самых незапятых поверьте в этот момент времени опять же мы будем говорить сейчас про объективная оценка ситуации никто не знал что это тот самый минимум после которого пойдет тот или иной откат потому что до этого самого минимума и вот здесь был у нас минимум и вот здесь точно так же были продавцы если бы цена пошла вверх то подавляющее большинство трениров сказали бы ну как бы мог вот здесь крупный участник рынка войти в продажу мог друзья запросто мог а потом в определенных местах пытаться набрать полный объем своей продажи на стопах других участников рынка уже потом выдавить инструмент вниз но входить он мог и здесь и здесь он мог входить и здесь он мог входить на покупку мы понимаем что мог войти а мог не войти но опять же так 90 процентов всех денег у нас принципе принадлежит именно крупным участникам рынка а мы с вами знаем как торгует этот самый крупный участник рынка продав вот здесь у него не было на депозите 1 миллиарда триллиона миллионов долларов продав вот здесь он принес на биржу столько денег сколько ему необходимо было для того чтобы продать нужное ему количество контрактов после того как мы с вами посмотрели непосредственно вот сюда зная сколько денег необходимо и по счетах по формуле сколько денег необходимо на покупку или продажи одного фитчерсного контракта мы также на бирже у нас полностью все в открытую есть есть спецификация контракта на которой абсолютно легко расписано а сколько же стоит один пунктовой или иного контракта или 5 и псов да у нас по некоторым инструментам по пипсам на бирже все это дело милица на каких-то инструментах все это дело мелится в пунктах как например на фунте. На фунте нету пипсов вообще на бирже. Так вот, зная стоимость одного пункта, зная стоимость одного пипса, мы знаем, человек, который, не важно, один контракт он здесь купил, или миллион контрактов он здесь купил или продал, но один или 100. Если ему нужно было один, он принес на это дело денег 2500 долларов. Если ему нужно было 100, он принес на это дело денег 250 тысяч долларов. Но зная, что каждый пункт, который цена идет против него, из этих его денег исчезает, и все на бирже рассказано, сколько исчезает этих денег, мы заранее знаем те места, где различные участники, вот эти продавцы, могут получить так называемый маржин колл именно от своего брокера, именно от биржи. То есть маржин колл это сигнал о том, что деньги клиента заканчиваются, не закончились, а заканчиваются. И получив этот сигнал, маржин колл, мы опять можем все это дело вспомнить уже с реальных торгов, то как мы с вами торгуем. То есть что мы с вами делаем, когда получаем маржин колл? Маржин колл это тот самый момент, когда у вас вот тут внизу при торговле загорается такая красная строчка. Не когда все ваши позиции уже закрылись, а именно тогда, когда вот эта красная строчка загорелась. И понимая, что мы с вами в тот момент, когда у нас загорелась эта самая красная строчка, можем с вами сделать целых три вещи. Вот реально три вещи. И никаких других вариантов мы сделать не можем. Вариант номер один. Давайте об этом подумаем, но я не буду сейчас там, чтобы вы там отвечали, там еще что-то. Мы можем закрыть позиции, правильно? Вариант номер два. Мы можем донести денег. И вариант номер три, вот с этими донесенными деньгами, у нас есть как бы два различных варианта именно из этих денег. Мы либо можем ничего не делать, когда донесли денег. И тогда у наших позиций, которые пошли против нас, есть еще какой-то запас хода. А можем усредниться. Все, других вариантов на бирже не предусмотрено. Никаких локирований позиций, на бирже такого нет, ничего подобного. И поэтому, исследуя абсолютно каждый из этих вариантов, мы с вами заранее знаем те места на графике, в которых крупные участники рынка могут получать это самое предупреждение от биржи. И понимая, что крупный участник рынка, он на то и крупный, что у него все-таки есть силы и средства для того, чтобы развернуть ту или иную тенденцию, которая идет не в его сторону, мы знаем те места, где это он будет делать в обязательном порядке. И не по желанию по-своему, а в обязательнейшем порядке. Вот они зоны, от которых происходит разворот. Инструмент идет к следующей зоне. Инструмент идет к следующей зоне. От какой из этих зон произойдет глобальный разворот, к сожалению, мы знать не можем. Но у нас есть методы, которые позволяют нам либо пересиживать, либо передерживать позицию. Но мы с вами знаем, что одно из самых сложных в торговле является момент выхода из позиции. То есть очень часто мы там даже правильно заходим, правильно сидим. Но мы с вами теперь заранее знаем те места, где происходят вот такие вот развороты. И насколько эти места правдивы, и когда мы к ним торгуем, и когда мы здесь фиксируемся. По нашей методике, то, что я рассказываю в своих обзорах, в принципе мы торгуем к этим самым зонам. И достижение этих самых зон по нашей стратистике, ну вот в принципе здесь как раз мы смотрим тут новозеландцы, вот у нас есть вероятность достижения вот этой зоны сейчас аж 73%. То есть имея вот такую объективно построенную вероятность на реальных данных с биржи, мы с вами изучаем, вернее я на своих обзорах стараюсь показать и рассказать, а как же мы эту самую вероятность пытаемся расторговать. У нас есть помимо того, что мы смотрим, давайте я сейчас здесь подробнее посмотрю, то есть помимо зон, помимо тех целей, которые мы пытаемся достигнуть, мы конечно же смотрим еще данные по объемам. Так, ну у меня здесь сейчас индикатор не включен, но к сожалению не успел, да? Мы смотрим данные по объемам с биржи, мы смотрим данные по опционам с биржи, мы смотрим данные обычной толпы, которая у нас торгует через брокеров Forex, и т.д. и т.п. стараемся совместить все это удовольствие в одну торговую систему. То есть из своей торговли мы стараемся выкинуть весь субъективизм. Что у нас такое субъективизм? Любой технический анализ, это субъективизм. Каждый будет видеть именно то, что нужно ему. Любой стандартный индикаторный анализ, то есть те индикаторы, которые берут свои данные непосредственно с котировок, это тоже субъективизм. Почему? Потому что каждый может включить тупо различные настройки этого индикатора. Опять же, любая торговля по уровням, она априори не может быть правильной, по той самой причине, что у нас есть такие, но опять же крупные участники рынка торгуют где? На бирже. У нас есть такие понятия, как Forward Point, которые одни и те же уровни в разных местах показывают абсолютно по-разному. То есть вот, обратите внимание, вот уровень, да? И этот же самый уровень, ну, буквально прошло у нас, сколько тут, эта дата у нас 27 июня, это у нас дата 19 июля, то есть прошло у нас буквально 3 недели, но этот уровень изменился, изменился на 20 пунктов. Понимаете? И когда многие там ищут пипсы, пункты на каких-то глобальных старших графиках, говорят, вот посмотрите, что мы там где-то совпадаем, где-то не совпадаем, ищут какие-то моменты там год назад уровни и т.д. и т.п. Я не говорю, что это плохо. Использовать это в качестве подтверждения, да? Маленький такой нюанс. То есть, когда я начал изучать эту методику, я хотел ее использовать в качестве дополнительного фильтра к тому техническому анализу, который я торговал. Именно в качестве фильтра. Но после того, как вот в 16-м году, будучи точно так же в отпуске, я получил просто феноменальные космические take-profit, можно сказать, по этой методике, я выкинул нафиг, вот даже не побоюсь этого слова, я выкинул из своей торговли все остальное, да, по сути. Ну, не сказать, что полностью все остальное, а наоборот, зоны маржинального обеспечения, объемы, опционы, то есть данные с биржи я стал использовать именно как основную методику, да, а технический анализ и же с ним, да, то, что идет там все интересно, я стал использовать именно в качестве подтверждения. То есть вход вот в этом месте по фунту, это я всем рассказывал, был по технике вход. Но основа этого входа по технике была именно зоны и выход. Вот здесь это все знают, да, все, кто со мной более-менее общаются, тоже выход был по зоне. Ну, я не скажу, что это там прям супер какие-то глобальные, обратите внимание, это один из самых крупных таймфреймов. Ну, то есть вот этот момент, 400 пунктов захватить, конечно, после Brexit, то там маржинальные требования были совсем другие. Но, как пример, вот именно после этого момента все технические составляющие, все индикаторные составляющие, все фундаментальные составляющие для меня отошли на второй план. Потому что все это может повлиять на рынок, но не обязательно повлияет. А места, понимание мест, зон и областей, конкретно, где у крупных участников рынка возникают проблемы, и где этот крупный участник рынка в обязательном порядке будет действовать тем или иным образом, каким образом, мы уже смотрим по факту, вот это дает нам право работать именно вот по этой методике, именно по этой системе. Ну что, друзья, давайте посмотрим. Маржинальное обеспечение требуется каждый день с участников рынка или только в день экспирации. Маржинальное обеспечение требуется с участников рынка при входе в сделку. Там есть различные виды маржи. Вы поймите, есть брокерская маржа, есть еще внутридневная маржа и т.д. и т.п. Мы сейчас с вами говорим о биржевой маржи, то есть то, что у нас биржа выдает для своих данных. То есть вот есть у нас maintenance margin и initial margin. Какая маржа, в какой момент используется. То есть мы работаем и с этой маржой, и с этой маржой, но действуют они по-разному на графике. Мы обращаем внимание на то, что происходит здесь, на то, что происходит здесь. Причем мы это смотрим всего лишь в одну единственную секунду в сутки. Нам необходимо все это дело делать можно сказать в 16 часов по времени Чикаго. Потому что именно предъявление требований от биржи к участникам торгов, оно по сути только раз в сутки получается, когда у нас биржа закрывается на так называемый клиринговый час, когда у нас биржа не работает. Поэтому, ну так вот, коротко, не вдаваясь в подробности, думаю, ответил на ваш вопрос, Михаил. Если, ребят, есть какие-то вопросы, еще есть какие-то нюансы, моменты, давайте так поговорим, еще несколько минут у нас есть. Но мы тут не ставили задачу, чтобы научить кого-то, чему-то. Да, мы сейчас вам поставили, цель передо мной стояла, чтобы вы, в общем, постарались уловить, просто поймать вот эту первую жилочку, да, что же мы используем, то есть это не просто прямоугольнички, мы рисуем у себя на графике. Это действительно моменты, где другие участники рынка биржевые, мы их заранее знаем, то есть вот эту зону мы ее заранее строили, мы ее вот в этот прям момент могли построить, но построили, да, вот в этот день и так далее. У нас есть вот эта зона заранее, которая тоже построена, вот эта зона заранее, вот эта зона заранее. Да, в большей степени, конечно, это трендовая система, работать в ней очень-очень хорошо в тренде, но даже вот в таких вот флетах, да, в каких-то затяжных ситуациях мы видим те места, где потенциально возможен разворот. Согласитесь, если вы где-то здесь вошли в продажу и не зафиксировались в том месте, где крупный участник рынка принимает в обязательном порядке каких-то решений, довольно сложно будет вам там пересиживать какие-то вот такие длительные 100-200 пунктов коррекционной откаты. Сразу скажу, по этой системе можно торговать абсолютно различными способами. Я торгую средний срок. Для меня средний срок это сделки до 5 дней. Я стараюсь не оставлять сделки на выходные, в принципе, то есть с понедельника по пятницу. Вот для меня есть такой самый средний срок. Но есть ребята, которые по этой методике скальпируют. скальпируют, потому что в чем беда скальпера? Скальпер не всегда знает, в каком направлении ему начинает набирать там сетки, позиции, там какие-то это. То есть есть скальперы, которые работают, сеточники точно так же есть, знакомые, которые замечательно работают, сидят, пересиживают. Но когда у нас есть вероятность 75% или вот сейчас там 64% у нас есть вероятность там прихода сюда, это слабая вероятность. По сути это можно сказать 50 на 50, придем не сюда или не придем. Связано это опять же именно с пониманиями, что вот это это maintenance margin, а вот это это initial margin, та самая, которую биржа выставила. И у нас initial margin даже не пощупали, у нас только пощупали maintenance margin. Поэтому есть огромная вероятность, что мы пойдем в ту же сторону. Но пока это 35% и так далее. Сбился в смысле, что хотел сказать. Что-то хотел такое интересное сказать. Ну в общем я вам показываю смысл, что вот эти зоны и места мы в принципе знаем с вами заранее. Это если коротко. Так. Когда можно будет купить индикатор? Ну смотрите, есть. Давайте так. Опять же, вот я в отпуске. Просто на живом примере, на себе, причем тут с отдыхающими, сталкиваемся и общаемся. То есть есть тут россияне, украинцы, белорусы. Все тут есть. Мы в Болгарии сидим. Каким образом сюда люди добирались? Есть три способа до сюда добраться. Первый способ. Пешком можно? Можно. Ни одного такого не видел, честно говорю. Вот пешком это в принципе сидеть и считать все эти зоны руками. Можно, но неудобно. Согласитесь, да? Но тем не менее можно. Есть второй способ. Второй способ. Очень много здесь отдыхающих, которые приехали на автомобили. Можно? Можно. Что нам дает автомобиль, да? Или что, так называемый этот автомобиль. У нас есть индикаторы. Есть бесплатный, но я вот бесплатным уже вообще года два не пользуюсь. Хотя, честно скажу, он есть. Но есть, скажем так, давайте по-хорошему. Есть вот платный индикатор, замечательный индикатор. КЗ Мейкер ПРО. В принципе, для того, чтобы им работать, необходимо понимать смысл всей этой теории, всей этой методики. Откуда строить зону, куда строить зону, когда перестраивать зоны, когда строить в другую сторону и т.д. и т.п. То есть, есть индикатор. Но этот индикатор требует понимания этой самой методики. И третий способ, это то, что мы сейчас для себя делаем, для себя изобретаем. Это автоматический софт. То есть, вот этот, видите, прямоугольнички все. Если я сейчас переключусь с таймфрейма на таймфрейм, обратите внимание, их не было, тут же все посчиталось, да? Не было, тут же все посчиталось самостоятельно. То есть, мы создали такой софт, да? В настоящий момент он до сих пор все еще находится на базе тестирования. Сразу скажу, это очень и очень черновой вариант. Реально. То есть, мы там к Новому году, конечно, планируем все это удовольствие просто в масштабном плане переписать. Все это будет совсем по-другому. Уже будут новые тонкости, новые нюансы. Добавлены очень много плюшек будет. Но вот этот первый черновой вариант, он, в принципе, готов. Который, он готов к реализации, готов к тому, чтобы его отдавать другим пользователям. К сожалению, а может быть и к счастью, но вот мы здесь с вами сейчас общаемся. Вот у нас компания FX Pro Trader. Я понимаю, что, я думаю, немногие с таким сталкивались, но вы не поверите, а мы очень-очень честные. Мы официальная компания, мы платим налоги. А раз мы платим налоги, то мы не имеем права, мы этот продукт официально регистрируем. Мы не имеем права просто так его вам взять и продать. Для того, чтобы мы его могли вам продать, нам требуется, давайте я своими словами, то есть я думаю, более подробно там Денис может рассказать. В общем, нам нужно наш сайт официально зарегистрировать, наши кассы, наши счета официально зарегистрировать. Задержка именно с этим. Мы никому не продаем, мы никому не даем. Уже полгода, по сути, по факту, мы могли там, вот человек 500 бы однозначно купили бы в первый день, но мы этого дела не делаем. Почему? Потому что мы не хотим сами для себя в будущем проблем. Тут от нас не зависит уже, это все просто идут проволока такая, которая время требует, но нам просто каждый день обещают, 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 но вот все, все это дело тянется. От нас тут уже маленечко ничего не зависит. Ждем реально. Обещали нам в июле. Июль тут у нас через два дня заканчивается, насколько я знаю. Ну, посмотрим. Очень-очень скоро, да? Правда, сами бы хотели все это дело отдать. Поэтому вот так. Это когда можно купить. Вот одна-две недели, Денис вам пишет уже. Ну, ладно, раньше хоть нам обещали месяцами, теперь уже сроки сокращаются до недели. Так, спасибо, не зываю про отдых. Я же говорю, ребята, я кое-как к вам успел. Я сегодня за рулем мотался, съездил с семьей там на таких аттракционах покатался. Блин, нафигеть. Весело было. Так, ну что, тогда давайте заканчивать. Или если есть еще какие-то вопросы, ну давайте, может быть, еще отвечу на какие-то вопросы, потому что я вижу вот вопросы в основном. Но вот Михаил, да, есть ли возможность по этой методике, отложенными дырами, чтобы не сидеть постоянно в рынке? Да, такая возможность есть. Я же говорю, а, я-то начал, все, вспомнил мысль, с которой я сбился, да, что скальпер работает. А есть у меня также знакомые, которые фундаменталисты, которые сидят в сделках месяцами. Так вот, они по этой методике замечательным образом, как раз-таки лимитками работают, да, но обратите внимание, то есть вот вход на продажу, вход, вот входы на продажу, вот входы на продажу. Насколько я сидеть? Ну, у них там, имеется в виду фундаменталисты, если у них там цель, что мы фунт смотрим. Есть, допустим, у них там цель 1.40 будет фунт, да, им необходимо понять момент, когда пора идти к этим 1.40, и диапазоны, откуда выгодно идти к этим 1.40. Вот они из этих диапазонов лимитками входят и сидят-сидят тараканят. Если уж сломали мы ситуацию, если по нашей методике среднесрочный сигнал пошел в противоположную сторону, то их мысли и планы об 1.40 пока уходят в сторонку, они сидят-сидят, кукуют, ждут, пока тут рынок что-то рисует, рисует раз, показал опять сигнал о том, что можно пойти к 1.40. Вот они опять лимитками вошли в ту или иную. Там у нас есть диапазоны. Вот если обратите внимание, у меня здесь вот такие зеленые-зеленые, между ними такой оранжевый прямегольчик. Это диапазон входа в сделку. В данном случае это все на продажу идет. Вот это тоже был диапазон входа в сделку на продажу. Сменилась у нас приоритет. У нас появились диапазоны входа в сделку на покупку. После отработки первых целей у нас вероятности отработки из вторых диапазонов, там из третьих. Циклы эти могут продолжаться, но реально очень долго бывает по 11-12 даже. Вот был замечательный момент, когда я вам сказал, трендовая система работает. То есть попало направление. И обратите внимание, как с копеечной ювелирностью от зон других участников рынка лимитками можно было бы поработать. Но причем вот они все диапазоны, откуда бы мы старались работать. Если вы в эти самые диапазоны будете привлекать любые другие ваши свои методы анализа, откуда вы там пришли, чем бы ни занимались, там Фибоначчи, Гартли, не знаю, там трендовые уровни, но возьмете за направление и диапазон зоны, мы очень будем рады видеть вас в нашей команде. Мы будем рады, что вы будете публиковать свои скрины, свои обзоры, свои картинки. Но чтобы это были не чисто там, опять же повторяю, там три Фибоначчи, бабочка нарисована и стахастик, да, и непонятно, что вы вообще хотите от нас получить, и не знаем, какой таймфрейм. Но если по нашей методике у вас будет направление, да, диапазон, а вы своими какими-то моментами сможете усилить там или ослабить эти данные, мы будем только рады, понаблюдав там за совмещением той или иной системы на протяжении там месяца, двух, трех, если результаты будут замечательные, почему бы все это дело не внести, не модернизировать, не попытаться как-то все это дело, может быть, даже автоматизировать на будущее. Вот так, стоимость, вот по стоимости вам сказали, то есть могу сразу сказать, что будет входить в стоимость 7,5 долларов. На начальном этапе, я не знаю, Денис, у нас будет распределение или нет, но давайте так, 7,5 долларов, это у нас будут зоны и вероятности. Следующий этап, по-моему, 12,5 долларов, это у нас есть еще один интересный момент, конечно, вот они, технические паттерны, которые мы ищем, вот они, видите, это все сам советник находит, вот сейчас есть технический паттерн, если бы, как говорится, не пятница, хотя в пятницу я выдавал этот сигнал на покупку, да, то есть технический паттерн, который мы находим в нужных нам местах, вот он, технический паттерн, ложный пробой, который мы нашли, то есть построить этот технический паттерн, это было, конечно, очень сложно, вот технический паттерн, 1, 2, 3, или информация, или импульс, коррекция импульс, как угодно их можно было называть, то есть вот софт, на котором будут все вот эти технические паттерны, он уже будет стоить 12,5 долларов, вот, очень много модернизаций планируется в будущем, не буду открывать все карты, но тут будет у нас использован и динамические зоны, и там, конечно, уже чем больше наворотов, чем больше плюшек различных, но, опять же, вы должны понимать, что мы делаем такой продукт, который будет вас заинтересовать, то есть если будет что-то, что вас не заинтересует, да, естественно, вы это не будете просто брать, не будете это просто покупать на будущее, поэтому мы и стараемся так качественно и долго, и полгода мы вас мурыжим, год мурыжим о том, что вот будет, не будет, ребят, но мы не хотим, я даже не знаю, как это сказать-то, ласково, да, короче, о профанинцах, так, по-хорошему, да, это я так очень сильно завуалировал то слово, которое я хотел сказать, вот, бабочка была только у меня, да, и то вместо паттерна, да, я понял, Иван, я вот и вспомнил-то вашу картинку, вам пару дней назад там кидали, еще над вами пошутили, нет, я про то, что, да-да-да, можно там и бабочки торгать, потому что я про эти бабочки вам могу столько рассказывать, я, блин, сколько лет именно торговал, а индикатор по опционам, индикатор по опционам тоже готов, Евгений, ну, по срокам, понимаете, вся структура того, как мы можем это дело продавать, она все точно так же завязана на нашем сайте и завязана на нашей кассе, мы не будем абсолютно ничего продавать, то есть сейчас мы даем бесплатно, но тем, кто, скажем так, заслужили, да, не нужно никому там просить, отдайте, 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 нет, есть определенный круг лиц, которые там 30 человек получили индикатор по зонам и 10 человек сейчас получили индикатор софт по опционам, все, эти люди есть, но мы им его не продаем, абсолютно не продаем, поэтому и ничего можно сказать и не зарабатываем, да, но с помощью этих людей мы ищем как раз таки сейчас всевозможные баги, какие-то косячки, какие-то моменты и стараемся с этими моментами до момента официального запуска по максимуму разобраться, чтобы потом понятно, что проблемы были, есть проблемы будут, да, где-то там все-таки это железо, железный человек, человек бессмертный по сути можно сказать, железо всегда может блюкнуть, но это так, потому что все это дело на серверах, на софтах, где-то там интернет пропал, где-то что-то еще там, переезжаем у нас резервные сервера, там софты и так далее, все, много моментов, нюансов, мы стараемся все это дело по максимуму нивелировать, чтобы проблем этих не было, но все это дело будет только после того, как мы сможем с вами работать официально пока мы скажем так не официально мы ничего и не продаем все так спасибо за обзор приятного вам отдыха спасибо спасибо ну все тогда друзья давайте буду заканчивать и пойду дальше немножко отдыхать чем помочь может есть варианты ничего не надо помогать нам у нас все работает замечательно спасибо все ладно тогда я заканчиваю спасибо всем кто пришел надеюсь было очень полезно если было что-то не полезно будем общаться будем стараться все это дело с вами вместе обсуждать всем спасибо всем пока пока